А перед началом ролика я хочу пожелать тебе приятного просмотра! Не забудь поставить лайк! Всем здарова, дорогие друзья! С вами по-прежнему Овер, и сегодня мы будем смотреть вместе с вами на интересные постройки в игрушке под названием Scrap Mechanic. Ребят, я уже немножко соскучился по обзору построек, в последний раз он у нас был давненько, вот, и я зашёл в мастерскую Steam и нашёл реально крутые постройки. Ребят, первая постройка на сегодня, у нас вот такой вот поезд, на Хэллоуин было написано, типа страшный поезд или что-то такое. Ну, в общем, на поезд это похоже, знаете, вот на отдельную часть поезда, вот такие вот у нас здесь колёсики, вот так это всё прикольно выглядит. Ну и, конечно же, друзья, самая интересная часть, это у нас лицо, оно выполнено в виде черепа, такое, вот такая моська у нашего поезда. Ещё это, получается, у нас шляпа, ребят, скелет в шляпе выглядит действительно устрашающе, такое вот, знаете, интересное, интересное изобретение. Но это всё дело у нас, по идее, должно ездить, ребят, должно передвигаться и так далее, надо посмотреть, как это всё происходит. Вот такой вот внешний вид, я думаю, что вы уже успели заценить. Так, мы садимся, получается, я вижу, ребят, здесь две кнопки, давайте посмотрим, что каждый из них делает. Это единичка открывает люк, и мы поднимаемся, а двойка, двойка включает, вау, подсветку, то есть у нас вот так вот всё ещё красивее становится. Вот это да, друзья, ладно, давайте попробуем прокатиться. Ооо, как клёво он едет! И посмотрите, ребят, создаётся такое впечатление, что вот этот скелет бежит. То есть вот это спереди у него руки, сзади вот такие ноги, он как будто на четвереньках, ребят, сидит и просто бежит, посмотрите. То есть у него есть тело, есть голова, есть руки, ноги, и он как бы вот так вот бежит на кого-нибудь. Вот это да, друзья, вот это постройка, так постройка. Автор просто красавчик, сделал действительно реально прям гениальное такое вот произведение, я бы хотел сказать, но очень классное. И смотрите, мы проходим даже препятствия на этой постройке, вы можете представить? Ребят, эта постройка для этого вообще не предназначена, но мы можем на ней проходить препятствия. Это просто потрясающе, друзья. Вот у нас прямо есть ещё небольшая такая платформа. Сейчас попробуем даже, возможно, подпрыгнуть на трамплинчике, друзья. Я не знаю, получится это у нас делать или нет, но вот так вот. И давайте, давайте, давайте. Оп! Смотрите, мы даже подлетели чётко, ровно. Офигеть, ребят, ну это просто шикарно. Это просто действительно шикарно. Вот эта постройка мне безумно нравится. Ну-ка, давайте попробуем вот так вот пройти вот здесь вот эту горочку. Кусты аккуратно прогружаются. Только сейчас они у меня... Вау! Практически вертикальную стену мы с вами проехали, ребят. Да ну нафиг. Вот это да. Напишите, ребят, в комментариях, понравилась вам данная постройка или нет. Ну и я предлагаю уже пойти и посмотреть на следующие постройки. А вторая постройка на сегодня, ребят, у нас вот такая вот маленькая. И как вы смогли, наверное, уже многие догадаться, ребята, это у нас джетпак. Вы посмотрите на его размеры. Ребят, просто посмотрите. Он реально вот ростом с меня. Чисто вот как и должен выглядеть джетпак. Давайте мы сядем. Так, подождите, а как сесть-то? А, вот так вот. Посмотрите, как это всё очень забавно выглядит. Просто такие дополнительные крылья у нас образуются и всё. Так, на единичку. А, это у нас показано, в какую сторону наклон, поворот и так далее. На четвёрку, на пятёрку свет. А на четвёрку что? Так, на четвёрку. А, какие-то дополнительные ускорители, ребят. В общем, вот так вот это всё выглядит. Очень клёво. Действительно прикольная постройка. Мы набираем высоту и вот так вот полетели. Полетели. Стой! Оооо! Ха-ха-ха! Под карту, ребят. Просто под карту. Ну, немножко сложновато, ребят, управлять. Вот. Тут вроде и написано, да, что где делает. Но эта постройка слишком быстрая. И надо как-то либо медленно лететь, либо очень быстро переключать кнопки. Я не совсем привык это ещё делать. Но постройка, ребят, просто шикарная. Действительно офигенная. Так, выравниваемся. Полетели. Так. Ааа, нет! У-у-у-у! Вот это да, друзья. Вот это скорость. Вы понимаете? Жесть просто. Вот это скорость у этой постройки. Мы летаем, ребят, очень быстро. Офигеть. Это очень классно. Ааа, жёстко. Вот такая маленькая постройка, ребят, да? Но она такие возможности даёт. Это просто жесть. Ооо! Я думал, что она будет, ребят, не настолько крутая, если честно. Нет, я ожидал, что она будет офигенная. Но я думал, что она будет не настолько офигенная, ребят. Но здесь у нас реально прям очень круто. Вау! Бам! Просто упали. Ну, а также мы можем на месте вот так вот, ребят, крутиться. Страдать всякой ерундой. Вот так вот. Ву-у-у! Выравниваемся. Так, выравниваемся. Подлетаем и полетели. Во, вперёд. Во, отлично. Так, теперь, например... А-а-а! Сложно! Сложно, ребята! Немножко сложновато мне управлять этой постройкой. Ну, в общем, вот такая вот у нас, друзья, вторая постройка на сегодня. Напишите в комментах, как она вам понравилась или нет. Ну и погнали посмотрим на следующую постройку. Друзья, а последняя постройка на сегодня у нас вот такой вот гигантский замок! Вы посмотрите, как это всё эпично выглядит. Флаг немецкий висит, ребята. То есть это у нас немецкий какой-то замок. Четыре башни, огромные вот такие стены. Боже мой, как это классно выглядит! Ворота, ребята, у нас здесь есть! Сейчас мы на это всё посмотрим. Так, вроде оббежали, там вроде больше тоже ничего такого нету. Ну, давайте, ребят, нажмём первую кнопку, посмотрим, что произойдёт. Ничего не происходит. Давайте нажмём вот эту кнопку. Чё-то нифига не происходит. Мне кажется, нужно просто заново добавить постройку. Так, ребят, мне пришлось вообще пересоздать карту, чтобы, возможно, у нас это всё заработало. Но я надеюсь, что это всё будет теперь работать. Нажимаю я кнопки, ребят, и ничего не происходит. По идее, должны, наверное, как-то ворота открываться или что-то такое. Блин, как нам вообще попасть внутрь? Так, вот, чё-то я нажал, сенсоры там какие-то, что-то закрутилось, закружилось. И никак мы внутрь попасть, ребят, не можем. Но давайте вот так тогда сделаем. Всё, отлично, попали мы внутрь. Ну-ка, давайте посмотрим. Ага, во, у нас вот здесь вот просто всё закрыто. Понятно. Какую-то, наверное, лишнюю кнопку мы с вами нажали. Но окей, давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Давайте представим, что мы вот так вот зашли. Всё, мы зашли внутрь. И здесь у нас, ребят, какой-то памятник собаке. Я не знаю, возможно, это есть что-то такое, ребят, в реальной жизни. И кто знает вообще, что это за замок, что это такое, то напишите обязательно в комментариях, что это вот за собака такая. Но выглядит прикольно. Стоит здесь также, ребят, катапульта. Здесь вот какая-то беседка, что-то такое. Стоит столик, стулья, можно посидеть. Наверное, здесь пиво пьют или что-нибудь такое. Так, мы можем забраться, ребят, вот здесь вот на стену, как я понял, на башню. Во, вот так вот мы забираемся. И здесь мы можем охранять наш с вами замок, нашу территорию. Прикольно, друзья. Также мы можем на стену вот так вот попасть, по стеночке походить. И вот это всё, ребят, вот так вот у нас связано между собой. То есть мы можем перебегать из одной башни в другую. Но на каждую башню, ребят, я не думаю, что есть смысл заходить. Там, в принципе, всё одно и то же. Ну и вот здесь у нас вот такое вот место, большая такая крыша. Ладненько, давайте спустимся. Посмотрим, что у нас здесь. Просто какое-то помещение, ребят. Посмотрим, что у нас вот здесь. А, здесь на башне выход. Ну а вот сюда мы, ребят, залезли. Здесь какая-то, я думаю, как баня, что ли. Ну туалеты какие-то городские, видимо. Ну здесь есть как бы душ, но раньше как бы душа не было. Раковины, туалеты и так далее, ребят. Ну вот такая вот у нас здесь умывальня. Я бы так это назвал. Так, что у нас здесь? А, вот здесь уже, ребят, непосредственно оружейное. Смотрите, есть мечи, есть луки, стрелы. Есть какие-то, блин, кувалды вообще, биты, копья и так далее. И вот какие-то роботы здесь стоят. Ну, я думаю, друзья, что это, знаете, такие тренировочные мешки, которых... Ну, тренировочные, в общем, манекены такие, на которых тренируются, скорее всего. Либо это у нас вот так доспехи висят, и мы их можем надевать, брать. В общем, вот так вот оружейное, ребят, у нас выглядит. Что это у нас? А, здесь лошади, наверное. Вот эта лошадь, наверное, пьёт. Да, скорее всего, это пьёт у нас, ребят, лошадь. Интересно выглядит, что у нас здесь. А, ну, здесь вот у нас конюшни, ребят, всё понятно. Здесь у нас непосредственно лошадки стоят с одной и с другой стороны. Но здесь прям какие-то очень крутые лошади. Ну, я надеюсь, что это не собаки, ребят, а лошади, потому что похоже именно на лошадей. Так, давайте посмотрим, что здесь. А, здесь у нас уже непосредственно казармы. Какой-то, ребят, у нас военный замок, вот. Потому что здесь всё чисто сделано как будто для военных. И вот здесь казармы, наверное, военные здесь спят. Подушки, ребят, матрасы. Да, вот здесь вот живёт наша с вами военная часть. Вот так вот здесь военные отдыхают. И также, ребят, у нас здесь есть ещё какая-то гигантская катапульта. Она, интересно, у нас стреляет? Вот я нажал на неё. Но, видимо, ребят, она у нас не стреляет. А зачем тогда кнопка нужна? Может, надо залезть? Что меняется вообще? Что меняется? А, вот эта вот штука. Ну, по идее, она должна стрелять, ребят. Но больше кнопок у нас здесь никаких нет. А, во, есть. Воу, всё. Я понял, ребят. Я понял. Реально катапульта у нас стреляет. Ну-ка. А если попробовать её зарядить? Смотрите. Вот таким вот образом. О, зарядили, ребят. Давайте попробуем стрельнуть. Три, два, один. Ой. Огонь. Воу. Реально стреляющая катапульта, друзья. Вот это да. Вот это неплохо. Ну, в принципе, я думаю, что мы посмотрели, ребят, на этот замок. Напишите в комментах, понравился он вам или нет. Ну, а на этом, наверное, мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Друзья, смело ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про колокольчик. А также подписывайтесь на мой канал. И, ребят, я завёл свой инстаграм. Там есть уже фотка со мной. На инстаграм ссылочка будет также в описании. С вами по-прежнему был Овер. Я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. Не болейте, друзья. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи и пока-пока.